Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня давайте сделаем с вами такой полусерьезный, полушуточный выпуск. Так как у нас сейчас здесь дует достаточно сильно, там иногда на порывах бывает под тридцатку, то вот этот шум, который вы слышите сзади, он нас будет преследовать на протяжении всего видео. Вы знаете, что яхтсмены все настолько серьезные, что они даже не танцуют, они даже ходят с трудом. Так вот, сегодня мы будем освещать 10 пунктов, что можно делать, что на яхте делать нельзя. Никто не говорил, что только ругаться может влиять на воспитание молодого поколения. Я буду бухать, извините, но об этом речи не идет и никаких опросов не будет. То есть вот у нас тут этот мартиникийский ром. Я думаю, что люди, которые мне сейчас скажут, что у нас же смотрят дети, как вы можете самозабвенно пить ром, да еще и мешать его с колой. Нет, чтобы пить чистоганом. Нас же смотрят дети, как вы можете вообще это мешать. Так вот, дети, ваше здоровье. Есть. Вот, возвращаемся к тому, что можно делать на лодке, а что нельзя. Но давайте сразу я вам расскажу, вернее, сразу сделаю небольшую ремарочку и расскажу о своем отношении к яхтингу. В принципе, в мире существует два яхтенных лагеря. Это фундаменталисты и современные яхтсмены. Так вот, к фундаменталистам, это люди, которые любят бумажные карты, секстанты и прочее, прочее. А я себя ни в коем случае не отношу. А я себя отношу к современным яхтсменам, те, которые в случае поломки чартплотера будут сидеть и разбирать солнечные панели, сделают и сделают так, что у меня будет электричество для зарядки телефона, планшета, любых устройств. То есть я не буду там заниматься вычислением approximate position для того, чтобы понять свою позицию с точностью до 60 миль. Это не мой подход. Мой подход – это решение проблем, которые возникли, и получение гарантированного результата. А не такого «ох ты, мы на планете Земля, меня это не устраивает». Так вот, я отношу себя к таким яхтсменам, которые в современном мире видят современные решения. Так вот, к чему я вам рассказывал про фундаменталистов и современных яхтсменов. Все к тому, что есть определенные правила, которые уже изжили себя. То есть они были когда-то давным-давно, когда там, не знаю, на телеге приезжаешь сгружать навозы, потом в эти... Это мы рассматривать не будем. Я вам расскажу анекдот один, когда парень с девушкой, я его, по-моему, уже рассказывал, но, может быть, те, кто недавно к нам присоединились, его не знают. Парень и девушка женятся, и она готовит борщ и режет мясо таким баррикетом, кладет его в кастрюльку. Парень спрашивает, а зачем ты так делаешь? Говорит, ну как, это же наши современные традиции, меня так мама научила, там, окей. Он идет к маме, спрашивает, мама, скажи, почему вот... Ну, это наша семейная традиция, бабушка вот резала мясо вот так, вот так вот, и вот только так. Так вот, получается супер правильный борщ, иначе остальное это полное говно, это вообще не съедобно, да, за борт вылили там или куда там. Окей, едет к бабушке, бабушка, слава богу, жива, и говорит, бабушка, скажите, почему вы резали мясо вот таким брикетом и учили, и теперь у вас через поколение это все происходит? Она говорит, внучок, когда я готовила борщ, у меня была только очень маленькая кастрюлька низкая, и я резала это мясо, чтобы оно просто туда поместилось. Так вот, я абсолютный, абсолютный противник традиций, связанных с размером маленькой кастрюльки, и бабушка, которая передала по наследству яхтенные традиции, что мясо нужно резать только таким брикетом. В современном мире все происходит совершенно по-другому. Современные яхтсмены практически все уже не говорят ни на каких яхтенных языках. Никто не ходит там с троем на свою лодку, все живут просто свободные люди. Они живут просто на лодке, как кто-то живет в городе, и таких яхтсменов практически все. Может быть, там каких-то других, которые там с военных кораблей, это единицы. Но современные яхтсмены, которые живут на яхтах, это уже далеко не коммерческий труфлот, который пытается насадить свои знания, свои термины. Это просто люди, которые живут, и они являются самыми настоящими яхтсменами, потому что они ходят много, и они разбираются, что такое яхтинг. Поэтому я на их стороне. Вы же нас с детьми смотрите, да? Дети? Итак, неизменное правило на любом судне, будь то яхта, военный корабль, коммерческий, сухогруз, балкер, не знаю, whatever, капитан всегда прав. Если в случае с коммерческими капитанами владелец компании прав еще больше и рассказывает о правилах расхождений, в сколько миль можно расходиться, то в нашем случае капитан это абсолютно авторитарная единица на любом яхте, на любом катамаране, на чем угодно. Поэтому если капитан не прав, капитан все равно прав. То есть вы можете потом уже после того, как вы сошли на берег, вы можете уже тогда спросить, а почему, рассказать о том, что мы не согласны. Но в любом случае выполняются четко все приказы, четко все пожелания капитана, потому что это безопасность и это единственное правило, которое возможно. Так, следующий пункт связан. Никогда не заходите на лодку без разрешения. Вас пригласили, вы гость, которого очень давно ждут, но вы тот человек, который хочет, чтобы на его лодке поступали точно так же. Поэтому тогда, когда вы подходите к лодке, вы просто обязаны спросить, могу ли я зайти на борт? May I have permission to get on board? И капитан должен сказать, например, permission granted, или да, разрешаю, или негатив, как угодно. Но негатив это значит, что вам зайти на лодку не разрешено. Поэтому внимательно слушайте ответы, это неформальный вопрос. Иногда бывает такое, что люди не хотят приглашать на лодку, потому что на лодке не убрано, например, или еще какие-то причины. И они могут сказать, что не сейчас, чуть-чуть попозже, это абсолютно нормальное правило. Запомните, всегда спрашиваем разрешение, можно ли зайти на лодку. И если вы получаете позитив ответ, то есть согласие, тогда мы переходим к следующему пункту. Капитан, may I have permission to get on board? Permission granted. Следующий пункт касается обуви. То есть, в любом случае, скорее всего, вы пришли в обуви с берега, на лодку, под страхом вообще чего угодно. Даже, может быть, вам ничего в ответ и не скажут, но это будет верхнее уважение, если вы на чужую лодку зайдете в обуви. Обувь всегда должна быть снята на берегу. Если же вы подъезжаете на тузике, то очень часто люди выходят, допустим, на задний транец и потом начинают разуваться. Так вот, в этом случае капитан очень негодует, даже если он этого не показывает. В этом случае вас могут попросить уйти с лодки, и это будет абсолютно правильно и правомерно. Снимаете обувь, и только потом вы делаете шаг ногой на лодку. Даже если вам кажется, что она пипец грязная, это вообще к делу не относится. Вы не имеете права ступить на лодку в любой обуви, к которой вы приехали. Правило вежливости. Если вы проходите мимо соседней лодки или катамарана, обязательно нужно помахать рукой. Такое же правило есть у мотоциклистов, точно такое же правило есть у яхтсменов. И если лодка проезжает и вам не машет в ответ, это будет выглядеть все такое... Не понял, что за хрень? Кто там вообще за уроды на ней находятся? Обычно всегда машете в ответ, вам машут в ответ. Это правило такое, то есть это негласное правило. Это вы показываете, что вы уважаете людей, и вам приятно встретить другую лодку в той акватории, в которой вы находитесь. Далее, вы находитесь в переходе, идете с одной точки А на другую точку, переход там 1 миля, 20 тысяч миль, это не имеет значения. Вам вот очень захотелось нажать на какую-то кнопочку. Вы должны спросить у капитана, можно ли это сделать. Если капитана рядом нет, всегда есть тот, у кого вахта. Вы можете спросить у этого человека, можно ли нажать на эту кнопочку. Он говорит, ну да, пожалуйста. Или нет, нет, нет. На эту нельзя, но на ту можно нажать. То есть всегда уточняйте, можно ли это сделать. Даже если вы четко понимаете, что на эту кнопку нажать можно, и просто посмотреть, как будет работать лебедка, всегда спросите, можно ли это сделать. И в случае положительного ответа потыкали и посмотрели, как оно работает. Можно нажать на кнопочку? Да, можно. Следующий пункт. На лодке часто бывает такая ситуация, когда вам что-то захочется взять в руки. Например, там бинокль, хотя мы практически не пользуемся, но посмотреть, не знаю, там взять и снять очки, посмотреть на поляризационный фильтр, как видно воду. Чтобы вы не взяли правила, нужно это всегда вернуть на место. Вы взяли что-то, подкрутили, допустим, какую-то лебедку, у вас там есть ручка, вы ее обязаны положить в то место, где вы ее взяли, не в какое-то другое. Еще один момент, который действительно желательно выполнять, и капитана он очень сильно раздражает, когда вы находитесь, вы капитан, вы находитесь за рулем, за штурвалом, вы смотрите вперед, и весь борт сбегается прямо перед вашим взглядом, посмотреть, как вы заходите в марину, и вам ничего не видно. То есть, пожалуйста, обращайте внимание, не загораживаете ли вы вид капитану, видно ли ему вообще то место, в котором ему предстоит произвести маневры. Это ваша безопасность. Вот еще момент, который вообще считается очень нехорошо, если люди делают на лодке, это когда, допустим, лодка стоит на пирсе, вы проходите рядом с пирсом, и такие, что там, о, у них там внутри, они там в трусах ходят, о, класс, или, допустим, ну, там просто идете мимо лодки, такие, заглянули в иллюминатор, или в хэтч, куда угодно, посмотрели, чем же там люди занимаются, или, о, у них такое дерево классное, это считается такое, очень гнусное занятие, то есть, этого лучше всегда избегать, даже если вы там что-то увидели краем глаза, сделайте вид, что не заметили, отвернулись, прошли, но всегда проходите мимо, не заглядывайте в другие лодки, не заглядывайте в окна, не заглядывайте в форточки, никуда, это считается, ну, не надо. Следующий пункт, касательно шума на лодке, шума в марине, очень часто бывает, особенно для чартерного флота, когда люди там начинают отдыхать, веселиться, музыка идет на весь понтон, то есть, это в любом случае будет, от этого никуда, к сожалению, уйти не получится, но, правила хорошего тона, говорят, что на понтонах, обычно люди стараются вести себя тихо, особенно, если это не чартерные понтоны, а те, на которых люди живут регулярно, то есть, там и музычка потише, и разговор на полтона, понятно, когда уже вечеринка зашла, на пике, то уже контроль здесь, к сожалению, не работает, но, тем не менее, нужно стараться вот этот момент контролировать, это есть абсолютно у любых яхтсменов, там у французов, они могут включить режим, там, Марсель, там, там, у поляков, там, Гданьск, там, я не знаю, у кого что угодно, но это есть у всех, но, в принципе, считается, что это, ну, не очень хорошо. Еще правилом, признаком плохого тона является прыгать с яхты, пока яхта не остановилась, и капитан не дал зеленый свисток, что вы можете там купаться, потому что часто бывает, что якорь, допустим, не зацепился, лодка еще сдает, и люди начинают выпрыгивать с бортов, ну, это, конечно, полная хрень, потому что капитан еще там может давать реверс, там какие-то люди там заплывают под винты, сзади выплывает там кровавое месиво, а капитан это не видит, и ему пофиг, потому что он якорь цепляет, и там, в общем, вот эта вот такая кровавая баня, она никому не нужна, это такая, как вы поймали большого марлина, только с людьми. Так вот, чтобы этого избежать, с лодки прыгать запрещено, купаться запрещено до момента, не просто остановки, а до момента, когда капитан скажет, все, финиту, мы встали, пожалуйста, ныряем. Ну и есть еще несколько правил, солнце гадкое светит прямо в глазах, короче, есть еще правила, которое пришло с давних времен, и они мне просто нравятся, то есть это просто красиво. Когда лодка заходит в марину, одеваться нужно красиво. Это обычно никем никогда не соблюдается, но очень хорошо это видно среди людей, кто это правило соблюдает. То есть просто оделись красиво и парадно заходим в марину. Это же клево, это же яркий. Ну и последний пункт касательно флагов на лодке. Вы же прекрасно знаете, чем отличается флаг от вымпела. Нет? Не знаете? Ну ладно. Вымпел можно никогда не убирать. То есть вымпел это такой треугольный флажок. А флаг на ночь обязательно нужно спускать. Это правило как бы вообще в принципе во всех странах, поэтому если вы знаете, что в армии эти флаги на ночь спускают, на утро поднимают. То есть вообще флаги на ночь развернутыми никогда не оставляются. Тоже точно такое же правило есть и на лодках. И есть такая типа яхтенная ройалти. То есть когда вы показываете, что вы именно яхтинг, на ночь просто сворачивается флажок, и вот там красной веревочкой брынь. Это вообще не правило. Это не говорит вообще никому ни о чем, кроме тех, кто знает эту фишку. Они проходят такие, а мы это знаем. Круто. Есть такая тема. Именно просто на ночь свернуть флаг, завязать его ленточкой. Ну а с утра развязать и его открыть. Это такое красивое правило яхтенное. Вот, друзья, я вам вкратце рассказал о 10 правилах, которые используются на яхте. Эти правила – это просто здравый смысл. Просто здравый смысл, который присутствует, если вы ходите, если вы живете постоянно на лодке. Подписывайтесь, ставьте лайки, проверьте колокольчик, на кнопали комменты. Детей за здоровье. Ничего страшного, да, что так происходит. Вы мне напишите это в комментах, можете даже поругаться. Мне, в принципе, по барабану. Поэтому, друзья, обнимаю и до встречи через несколько дней. Пока!